всем привет многоуважаемые комрады по традиции проводим мы сегодня наше очередное плановое хабарное застолье значит как вы уже знаете хлама на моем столе все прибывает и прибывает значит хлам здесь находится скопа забросов мне очень сильно повезло если мне на работе товарищ он въехал в новую старую квартиру в квартире жила некая бабуля которая собирала также хлам всевозможные значит когда он начал делать ремонт он естественно позвал меня так как он знает что меня интересует всевозможный хлам старые вещи вот я к нему приехал мы с ним посидели обсудили насущные вопросы очень сложную международную обстановку ну и соответственно весь хлам который меня заинтересовал я у него грубо говоря взял под реализацию то есть он мне предложил и он мне предложил продать некоторые вещи ну в принципе я на них тоже буду делать обзор и параллельно выставляю эти вещи на продажу значит начну и все это будет в разнобой это будет попадаться мне на глаза и соответственно я буду рассказывать что это за вещи откуда и так далее значит начнем из чего первое нас на глаза попадается вот такая вот интересная вещь это я так понимаю насос я очень хочу верить что это насос потому что он больно на него похож значит сама вещь вот это не открывается так немножко видите у нее не сохран она приплюснута пару лет назад и здесь имеется к сожалению трещина пару лет назад я нашел данный данный предмет на финских позициях сама вещь латун латуневая ну я так думаю что это скорее всего насос я могу конечно ошибаться кто знает тот может быть подскажет значит обозначение на торце у нее никаких нет единственное меня привлекло это вот эта вот вещь здесь как бы наварена гайка здесь написано патент патент номер 639 35 возможно это насос ну я могу конечно ошибаться кто знает что это может быть за вещь пожалуйста подскажите как я уже сказал вот эта часть не отодвигается ломать я не хочу но вот такая интересная вещь выкопано на финских позициях дальше что у нас попадается на глазах на глаза у нас попадается вот такая интересная вещь это механизм от часов данный механизм был найден на забросе визуально он более менее целый но что меня больше всего привлекло что меня больше всего привлекло это вот такое вот клей мишка на нем сейчас я вам покажу его тут написано винт вюртенберг б-25 и вот такое на ней имеется клеймени и что на нем написано на вот этой звезде я не скажу потому что не вижу отсюда к отсюда но вещь интересная я думаю что скорее всего здесь у нас присутствует цифра цифра 200 я думаю если приложить руки то данный механизм можно довести до ума и он будет работать как выглядели в оригинале и в полном сборе эти часы я конечно сказать не могу что мне попалось я не помню откуда не помню каким образом мне попалась вот это вот самодельная зажигалочка возможно по моему мне ее подогнал брат я не знаю где я не помню где он ее нашел скорее всего до этого мне по моему мне и подарил значит это зажигалка очень прикольная зажигалочка здесь она вот так вот откручивается имеется резьба соответственно здесь у нас колесико присутствует надписи на ней никаких нет но скорее всего она самодельная вот эта часть открывалась и так понимаю для заправки зажигалки но открытие сейчас не имеется никакой возможности вот такой бочонок внутри болтается что-то если вы слышите боюсь все сломать поэтому нижнюю часть я не открывал так дальше на одном из забросиков попался мне вот такая вещь очень прикольный инструмент старый есть подозрение о том что наконечник здесь обломан ибо имеются неровности и он очень плотный вот он такой значит сама сама отвертка это железная с деревянными вставками и вставки деревянные клёпаны металлическими металлическими штырями клей на этой отверточки я не видел может быть что-то и появится но это нужно чистить нужно перебирать видно здесь здесь тоже ничего нет по состоянию дерева можно сказать что инструмент довольно таки старые старые и полезные попался мне также вот такой вот алиментик это у нас я так понимаю на крышку самовара вещь вставилась ну как комплектующая самовара клеймене никакого нет латунь и посеребрение вот такая вот вещь даже не знаю с чего начать но начнем мы вот с этой штучки значит попался мне значок попался мне значок нашел я его в подполе материал я не скажу какой ну там явно присутствует железо сзади крышка железная ушко как она крепилась может быть это пуговица кстати есть подозрение что это может быть пуговица потому что ушко посредине как защел как защелкивалась как она могла бы защелкиваться такого варианта не предусмотрено но вот на такой у нее рисуночек хорошенький цветочек что за цветок я не знаю потому что флорист с меня очень слабый ну вот такая вещь была найдена есть подозрение что это пуговица но это не точно конечно ибо она очень такая большая узко с товарища квартиры что осталось от бабулечки попался вот такой вот венчик венчик имеет клеймени его его нужно чистить он небольшой ориентировочно с ладошку что им делали я сказать затрудняюсь но он скорее всего серебряные потому что есть клеймо сейчас я вам его покажу камера не может поймать ну да ладно я его почищу потом покажу так также с квартиры моего комрада досталась вот такая ложечка ложечкой здесь обрезана возможно это для каких-то десертов а-ля варенье возможно это сахарная ложечка серебряная царское серебро о чем свидетельствует данное клеймо 84 проба чьих рук дело сложно мне сказать клеймо не читаемое есть надпись л л о а вот там даже год виден кстати господа там виден даже год 1883 что ли да скорее скорее всего здесь внизу под буквами л о присутствует год и там очень он очень затерт но скорее всего 1893 ну что то в этом очень красивая сахарная ложечка возможно сахарная но вот такая вот вещь пригодится в хозяйстве на одном из забросиков мне попалась очень прикольная вещь от которой я был очень озадачен значит ну расчесочку вы наверное видели это скорее всего окопное творчество юра снимал у юры есть ролик на и на канале музею друзей там он пришел ко мне и некоторые вещи снимал надписи здесь никаких нет на этой расчесочки но она самодельная скорее всего окопное творчество что меня очень впечатлило на одном из забросов там где было найдено очень много старых вещей на чердаке как он называется для ручек пенал грубо говоря не знаю каким образом он попал на чердак видимо человек участвовал войне и дошел до пункта назначения в германии видимо человек дошел до германии там он встретился наверно с американскими товарищами и ему было подарено либо он там где-то нашел вот такое вот американское окопное творчество почему я так думаю что он американское потому что звезды характера звезды явно американского флага к сожалению частично сохранилась возможно здесь был нарисован американский флаг не могу точно точно сказать здесь у нас идет какое-то обозначение гильзач практически ровный только вот здесь вот у нас присутствует повреждения по клеймению по клеймению нужно чистить но первое что можно увидеть это цифра 6 и буква цех с русская с в общем хорошая вещица к сожалению звезды частично утеряны но так красотища вот он американское окопное творчество здесь кстати тоже есть звезда смотрите даже самого верху видимо все в звездах было звездочки маленькие побольше меньше может быть на вот вот этом гильза может быть на этом гильзаче какой-то американский военные ставил свои победы возможно но это не точно то есть может быть подбитые танки например он здесь звездами отмечал может быть это просто американский флаг может быть он самолеты подбитые отмечала либо там технику уничтоженную какую-то но стоят и звезды эти в хаотичном порядке они частично сохранены где-то чтобы было там затерто их не видно было такого как бы вроде и нет но очень интересные здесь они идут грубо говоря все вместе здесь у нас отдельно звезда сверху может быть это просто для красоты так было может быть он не успел нанести может быть она должна была быть вся в звездах ну в общем интересная вещица есть вот такая вот штуковина которую я не знаю что это такое может быть это от какого-то зонтика может быть это просто крючок вешалки возможно сделано из кости скорее всего покрашена на ней вот такие узоры вырезан рисунок может быть это пластик к сожалению особо не в курсе не знаю где ее нашел ну в общем вот такая вещь где моя указочка есть еще вот такая крышечка здесь написано патент свинска в общем это штокхольм шведская шведская вещь крышечка не знаю от чего здесь присутствует внутренняя резьба как вы видите кто знает от чего куда шли вот эти крышечки может быть на керосинку какую-то мега керосинку может еще на что-то другое сообщите нам будет интересно шведского к сожалению я не знаю ну что свинска и стокхольм стокгольм это столица швеции свинска это швеция что дальше написано а нет написано фото ген кокс в общем наверное скорее всего от какого-то фотоаппарата или прибора какой-то съемки может быть от фотоаппарата или от прибора какой-то съемки но она довольно таки большая относительно вот такая вещь интересная так попался мне еще вот такой бочонок спорт лото 82 в общем 8 здесь написано здесь цифра 8 здесь цифры 82 вот такую резьбу имеет здесь также 82 ну набора к сожалению не было что с этой с этим бочонком делать я до сих пор не знаю может кто-то пойдет на поделочки дальше попалась мне еще вот такая штука здесь она круглой формы здесь крышечка вот так она откручивается значит возможно это самодельная возможно не самодельно не самодельная не знаю что это для чего может быть может быть для какого-то табака для мохорки может быть для чего-то еще предназначалось сказать трудно но то что она была именно это точно сейчас мы закрутим то что она именно это точно здесь присутствуют буквы я так понимаю гкк видно вам если она была именно я значит использовалась для каких-то я так думаю вещей а может быть это просто аббревиатура того что здесь хранилось но история об этом умалчивает так еще попалась мне вот такая вещь я так понимаю это от какого-то ножа может быть нет ножа ну вот как но что это рукоять это точно значит материалами латунь пластина латуневая вот это вся сама пластина латуневая ручки либо посеребренные либо серебро то что вот эти полоски здесь указывают на то что это какой-то был наверно скорее всего нож вот эти полосочки здесь была вставка что это я не знаю может быть это какой-то стандартным уж самоделка может быть стандартное приспособление может быть стандартный нож сказать трудно так значит вот есть у меня еще вот такая интересная вещь стеклорез стеклорез непростой стеклорез латуневый значит здесь сохранилась у нас здесь сохранилась у нас колесико вот она зажимается болтиком здесь для слома стекла я так понимаю отверстие и вот так вот она вот так вот откручивается и скорее всего самодельные здесь присутствует мини отверточка для раскручивания и замены вот этого колесика хороший инструмент качественный инструмент очень старый клеем на ней нет аббревиатур на ней никаких нет ну такая вот вещь дальше ну куда у нас без конины есть вот такая конинка очень массивная латуневая насколько она целая конечно судить не могу но внешне выглядит как целая есть у нас еще вот такой замочек замочек попался вместе с ключиком ключик вынимается и аббревиатура на замке в и б веб не знаю что это за замок какого периода но самое главное что он рабочий ключ такой вот то ли он самодельный ну скорее всего самодельный и очень простой вставляется открывается и соответственно надо смазывать и соответственно закрывается вот замочек так дальше очень много попадается самоварных вещей вот это как она правильно называется я не знаю в общем корзина самовара верхняя часть самовара хорошем сохране надписи клеем на ней нет вот она такая вот не печальная не уставшая как обычно бывает хорошая вещь вот это вот тоже самоварная штука но она немного помята немного помята но это не говорит о том что она очень плохая так попались мне на одном забросе очень интересные погоны 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 рккшные скорее всего может быть советской армии но судя по звездочками она обратила на них внимание и забрал потому что они вот такие вот но таких и как правило особая погон нигде не встречал но вот на эти и обратил внимание значит на одном погоне сторона полностью без печати без клеем мягкий материал звездочка хорошем сохране вот на этом присутствует клеймо цифра 15 кто знает какого периода могут быть эти погоны напишите очень интересно хотелось бы знать до какого года они выпускались с какого по какой так где-то валялся не помню где вот такой краник краник рабочий скорее всего он железнодорожный тяжелый латуневый может быть я ошибаюсь может быть не железнодорожный все работает все крутится клеем на нем на нем нет никаких обозначений обозначение отсутствует хорошая вещь пригодится в хозяйстве есть у нас еще вот такой ремушок ремушок непростой ремушок очень старый в общем кожа на нем к сожалению не сохран она уже вся потрескана как вы видите обозначение на ней на нем никаких я не видел ни оттисков ничего скорее всего это советский ремушок поднимать не буду вот здесь вот такая вот защелка вот так вот железная железная заклепка к сожалению даже кожу использовать на какие-то свои ремушки я тоже уже не смогу скорее всего потому что и уже все она уже пришла в общем что я могу сказать продолжение естественно следует будет еще я думаю не менее десяти фильмов по хламу обязательно выйдет я сейчас показываю вам мелкий хлам есть у меня еще и немного покрупнее хламчик вот он тоже попадет в обзорчики вот смотрите интересуйтесь задавайте вопросы отвечайте на вопросы принципе на этом на сегодня все не забывайте подписываться следите за новостями всего доброго до новых хабарных встреч